здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал позорнейшие поступки солженицына значит на просторах интернета попалась мне интересная статья вот про этого вот негодяя который приложил руку к развалу нашей великой страны давайте я вам зачитаю и и я бы не хотел так жить потому что мне было бы очень стыдно мало того я бы презирал самого себя и так как сидел в лагере пролетарий солженицын вспоминая самого солженицына и его же воспоминания самого солженицына и его жены и друзей показывают что послевоенный гулаг был относительно либеральным зэки во всяком случае сам будущий писатель имели регулярные свидания посылки читали книги и хорошо их хорошо кормили в нынешнем в сине условия куда строже писатель владимир бушин 2005 году в своей книге александр солженицын гений первого плевка собрал множество фактов о жизни этого русского писателя нобелевского лауреата своей работе бушин опирался только на факты воспоминания самого солженицына и его близких несколько глав книги посвящены пребыванию александра исаевича в гулаге точнее в тюрьмах и спецобъектах мы опускаем в этих отрывках из книги рассуждение бушина о моральном облике солженицына и приводим только сухие факты о жизни в неволе очень много говорит работа которую приходится выполнять ее условия в 1970 году в биографии для нобелевского комитета он писал о своих лагерных годах работал чернорабочим каменщиком литейщиком а через пять лет выступая перед большим собранием представителей американских профсоюзов вашингтоне начал свою речь странным обращением братья братья по труду и опять представился как пролетарий я проработавший в жизни немало лет каменщиком литейщиком чернорабочим американцы слушали пролетария затаив дыхание приобщение александра исаевича к физическому труду произошло в самом конце июля 1945 года когда находясь в краснопресненском пересыленном пункте он начал ходить на одну из пристаней москвы реки разгружать лес солженицына никто здесь не вынуждал он признает мы ходили на работу добровольно более того с удовольствием ходили но у будущего так но у будущего на но биллианта при первой же встрече с физическим трудом проявилась черта которая будет сопровождать его весь срок заключения жажда во чтобы то ни стало получить начальственную или какую-нибудь должностишку подальше от физической работы когда там на пристани нарядчик пошел вдоль строя заключенных выбрать бригадиров сердце александра исаевича по его признанию рвалось из-под гимнастерки меня меня назначить но пребывание на пересылке дает возможность зачислить его трудовой стаж пролетария лишь две недели затем новый иерусалимский лагерь это кирпичный завод застигнув на все пуговицы гимнастерку и выпить в грудь грудь рассказывает герой явился он директорский кабинет офицер сразу заметил директор чем командовали артиллерийским дивизионом соврал на ходу батареи мне показалось мало хорошо будете сменным мастером глиняного карьера так добыта первая должностишка солженицын признается что когда все работали он тихо отходил от своих подчиненных за высокие круче отваленного грунта садился на землю и замирал как пишет решетовская цитируя его письма на кирпичном заводе муж работал на разных работах но метил опять попасть на какой-нибудь канцелярское местечко замечательно замечательно было бы если бы удалось мечту сумел осуществить в новом лагере на большой калужской в москве куда его перевели 4 сентября 1945 года здесь еще на вахте он заявил что по профессии нормировщик ему опять поверили и благодаря выражению его лица прямо дыши прямо дышащий готовностью тянут службу назначили как пишет не нормировщиком нет хватай выше заведующим производством то есть старший нарядчика и всех бригадиров увы на этой высокой должности на этой высокой должности энергичный соискатель продержался недолго но дело не так уж плохи послали меня не землекопом а в бригаду маляров однако вскоре освободилось место помощником нормировщика не теряя времени я на другое же утро устроился помощником нормировщика так и не научившись малярному делу трудно ли была новая работа читаем нормированию я не учился а только умножал и делил в свое удовольствие у меня бывалый повод пойти бродить по строительству и время посидеть в лагере на калужской он находился до середины июля 1946 года а потом рыбинск и загорская спецтюрьма где пробыл до июля 1947 за этот годовалый срок с точки зрения наращивания пролетарского стажа он уже совсем ничего не набрал почти все время работал по специальности математиком и работа ко мне подходит и я подхожу к работе с удовольствием писал он жене с той же легкости с какой раньше он говорил что командовал дивизионом а потом назвался нормировщиком вскоре герой объявил себя физиком ядерщиком ему и на этот раз поверили в июле 47 перевели из загорска опять в москву чтобы использовать как физика его направили так его направили в марфинскую спецтюрьму в научно-исследовательский институт связи это восстанкине в институте кем он только не был то математиком то библиотекарем то переводчиком с который знал не лучше ядерной физики а то и вообще полным бездельником опять проснулась жажда писательства и вот признается этой страсти я отдал теперь все время оказенную работу нагло перестал тянуть условия для писательства были неплохие решетовская рисуют их по его письмам так как комната где он работает высокая сводом в ней много воздуха письменный стол с множеством ящиком рядом со столом окно открытое круглые сутки касаясь такой важной стороны своей жизни в марфинской спецтюрьме как распорядок дня солженицын пишет что там от него требовались в сущности лишь две вещи 12 часов сидеть за письменным столом и угождать начальству вообще же за весь срок нигде кроме этого места рабочий день у него не превышал восьми часов картину дополняет решетовская в обеденный перерыв саня валялся во дворе на травке или спит в общежитии утром вечером гуляет под липами а выходные дни приводят на вот проводит на воздухе 3-4 часа играет волейбол не дурно устроено и место в общежитии в просторной комнате с высоким потолком с большим окном отдельная кровать не нары рядом тумбочка с лампой до 12 часов дня саня читал а в пять минут первого надевал наушники гасил свет и слушал ночной концерт оперу глюка орфей в саду кроме того марфинская спецтюрма это по словам соломовоз шалжинистына и еще и 400 граммов белого хлеба а черный лежит на столах сахар и даже сливочное масло одним 20 граммам другим 40 ежедневно копелев уточняет за завтраком можно было получить добавку например пшенной каши обед состоял из трех блюд мясной суп густая каша и компот или кисель на ужин какая-нибудь запеканка а время то стоя а время то стояла самое трудное голодное послевоенные годы солженицын весь срок получал от жены и и родственников начали еженедельные передачи потом ежемесячные посылки кое-что ему даже надоедало и он порой привередничал в письмах суфрофруктов больше не надо особенно хочется мучного и сладкого всякие изделия которые вы присылаете объедение жена послала сладкого и вот он сообщает посасываю потихоньку третий том войны и мира и вместе с ним твою шоколадку страстью солженицына в заключении стали книги в лубянке например например он читает таких авторов которых тогда в 1945 году и на свободе достать было почти невозможно мережковского замятина пильника пантелеймона романова библиотека лубянки ее украшение книг приносит столько сколько людей в камере иногда библиотекарша на чудо исполняет наши заказы в марсвинской спецтюрьме солженицын имел возможность делать заказы даже в главной библиотеке страны в ленинке в заключении солженицын приходит приохотился и писать тюрьма разрешила во мне разрешила во мне способность писать рассказывает он о пребывании в марфинском научно-исследовательском институте и этой страсти и отдавал теперь все время а казенную работу нагло перестал тянуть среди свидания с родственником приходи проходили на таганке в клубе служащих тюрьмы куда арестантов доставляли из мест заключения решетовская так описывает одно из них подъехала никакая не страшная машина они большой автобус из которого вышли нашему здесь уж я вполне прилично одеты и совсем не похожий на заключенных тут же еще не войдя в клуб каждый из них подошел к своей жене мы с они как и все обнялись и поцеловались и быстренько передали друг другу из рук руки свои письма которые таким образом избежали цензуры и еще один отрывок из книги бушина уже не относящийся к заключению писателя но хорошо показывающий восприятие солженицына самого себя как мессии такой случай имевший место под новый 1962 год поехал с женой из рязани в москву чтобы там у теуша спрятать свои рукописи в праздничной электричке какой-то пьяный хулиган стал глумиться над пассажирами никто из мужчин не противодействовал ему кто был старт то слишком осторожен естественно было вскочить мне недалеко я сидел и ряжка у меня было изрядно но стоял у наших ног заветный чемоданчик со всеми рукописями и я не не смел после драки неизбежно было потянуться в милицию вполне была бы русская история что вот так на таком хулигане оборвались бы мои хитрые нити и так чтобы выполнить русский долг надо было не русскую выдержку иметь вот такая вот интересная статья ребята вот про этого негодяя который приложил ребята руки к развалу нашей страны и получил еще за это нобелевскую премию а другой негодяй который развалил нашу великую страну тоже получил нобелевскую премию миша меченый вот такие вот интересные статьи находятся в интернете спасибо за внимание до свидания подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания